Уважаемые коллеги, к сожалению, мой учитель, профессор Валерий Иванович Тепляков сегодня не смог присутствовать, разрешите доложить мне опыт нашего отделения по стратегии и тактике ортопедических пособий при метастатическом поражении плоских костей. По частоте метастатического поражения, по локализации кости таза и ребра занимают второе и третье место среди общего количества поражений. По распространенности, если взять, то метастатическое поражение плоских костей по разным данным литературам порядка занимает 10% от общего числа количества метастатических поражений по костям. Из этого выработалось определенное показание к физическому лечению при поражении плоских костей, что является выраженным некупируемым болевой синдромом. Некупируемое болевого синдрома после проведения лучевой терапии на область поражения в течение 1-3 месяцев, в увеличении суставной поверхности, непосредственно лопатка, таз, угроза или состоявшийся патологический перелом, также солитарное поражение. И пациент с благоприятным прогнозом при единичных или солитарным метастазовом кости рака почки, щитовидной железы или молочной железы. Вариантами и материалы для реконструктивно-пластических компонентов представлены на слайде, такие как при грудине ребра используются Гортакс Макс, титановые пластины, эндопротезы, при лопатке эндопротезирования, лапсанопластик, рча и определенное замещение при тазовом кальция. Воздушные кости – это кости в пластике со штифтами, парацетабулярные зоны эндопротезирования тазобедренного сустава с эндопротезированием вверх тужных плодина и лонно-седалищной кости, выполняется в основном без реконструкции, и обширное комбинированное поражение старого 2%. Сирургическое лечение у нас состоялась группа пациентов по поражению плоских костей, это непосредственно пациенты, которых оперировал сам профессор Тепляков с 6 по 13 год, и также пациенты, которые уже оперированы в нашем отделении. Суммарно это 39 пациентов, женщины и мужчины разделились практически одинаково, средний возраст составил 56 лет. По поражению плоских костей и гистологической форме метастаза рака почки составило 16 пациентов, щитовидной железы и молочной железы – 5 пациентов, также остальное заняло остеосарком и прочие метастазы. Солитарные метастазы причем заняли 7 пациентов, множественные 31. Метастазы в ребра по локализации поражения составило в 13 пациентов, ключицу с поражением ребра – 2, метастазы в грудино – 7 пациентов, лопатка – 6 пациентов и метастазы в кости таза – 11 пациентов. Причем симультантные кубинированные операции было выполнено 5, и солитарные метастазы было 32, множественных 7. По реконструктивному пациенту местными тканями удалось возобновить порядка 43%. Также были выполнены реконструктивные плачевские компоненты ТТД, лоскот – порядка 7 человек, большую грудную мышцу – 4 пациента, диафрагма – сальник, подвздошная мышца, прямая мышца живота, и также ало- и синтетические компоненты. Комбинированные причем реконструктивно-плачевские пациенты было 11 пациентов, и также изолированные реконструктивно-плачевские компоненты было 11 больных. Непосредственно клинический случай, вариант реконструктивно-плачевские компоненты при резекции грудин и ушло 6 ребер. Здесь пластика твердой мозговой оболочкой для герметизации плевральной полости и перикарда. Также представлено выделено только дарзальный лоскот. Выполнение каркаса при помощи сосудистых протезов заполнено костным цементом. И также укрытие перемещенным большим сальником. Непосредственно также вариант реконструкции грудины. Здесь просто объем только грудины без увеличения ребер-фрагмент. Был сделан металло-остеосинтез с прямой остеопластикой и непосредственно укрыванием большими грудными мышцами пластика. Также клинический пример. С учетом больших кровопотер при тотальной резекции лопатки может быть объем до 4 литров. На первом этапе у нас выполняется эмболизация ферридных сосудов лопатки, что позволяет достичь уменьшения кровопотерей до 257 литров. По данному случаю. Результаты по 39 пациентам. Метастаз заразивной почки 16 пациентов. Вы были из-под наблюдения в среднем 5 пациентов живы. 9 сроки наблюдения в среднем составили 85 месяцев. Умерли от прогрессирования. Двое пациентов, что состояло 14%. Живы без признаков болезни порядка 40% в течение 3 лет жизни. И живы с прогрессированием в настоящее время 2. В сроке до 3 лет. Метастаза рака молочной железы 5 пациентов. Вы были из-под наблюдения в сроке до 42 месяцев 3. Живы двое пациентов до 3 лет. В сроке наблюдения. При метастазах рака щитовидной железы самые лучшие результаты. Живы без проявления болезни все 100% в сроке до 3 лет. При метастазах рака мочевого пузыря. Живы в течение 5 месяцев 1 пациента. Вы были из-под наблюдения. Также 1 и 2 пациентов умерли от прогрессирования. Без признаков рецидивирования. По прочим метастазам и метастазу осиосаркома. Здесь мы не можем дать, в связи с малым количеством пациентов, не можем дать адекватные сроки. Также мы использовали при множественном метастазическом поражении инвестиционные вмешательства, как остеопластика и РЧА. Таких пациентов у нас составило 44. Преимущественно были женщины. Средний возраст также составил 56 лет. По морфологии, значит морфологически, рак молочной железы 23 пациента, рак кости 4 пациента, щитовидная железа 2 пациентов и другие порядка 10 пациентов. Этастазы в кости 32 пациента сочетаны. Метастатическое поражение не только костная система, было 12 пациентов. Нами было выполнено 45 операций, причем из них 43 по поводу подвздошной кости, это крыло вверх тужной впадина и крестового подвздошного щеления 15. И тело подвздошной кости 3 пациента, грудина 3 пациентов. Это непосредственно остеопластика. Из них РЧА. Двое пациентов, это один пациент был крестового подвздошного щеления и один тело подвздошной кости. Средний объем введенного цемента составил 8 литров, среднее заполнение по всем пациентам 80%. Оценка по шкалам отмечалась в выраженной положительной динамике в виде практически полного оккупирования болевого синдрома, как в первой неделе после операции, так и в течение года. Практически полное оккупирование. Из них сроки наблюдения у нас составило 17 пациентов до 3 лет и 6 пациентов наблюдаем более 3. Умерло 8 пациентов, выбыло из-под наблюдения 7 пациентов. Непосредственно клинический пример. При заболевании молочной железы, метастатическое поражение с угрозой риска патологического перелома вертоложной впадины, выраженный болевой синдром, было выполнено остеопластика. В крыше вертоложной впадины на фоне лечения в течение недели отмечалась выраженная положительная динамика в виде снижения болевого синдрома с ВАШ 8 до 5. В течение года на фоне системного лечения выраженная положительная динамика до полного оккупирования болевого синдрома. Движение в тазобедренном суставе в полном неограничено. Также пациент 6-7 лет, выраженный боли в грудине, заболевание пристательной железы, на фоне проведенного лечения отмечается выраженная положительная динамика в виде оккупирования болевого синдрома в течение года с 8 до 2. Оперативное вмешательство при метастатическом поражении плоских костей выполняется достаточно редко, как правило, при множественном поражении. При солитаренных и единичных поражениях, чаще всего при метастазах рака почки, щитовидной железы, молочной железы сопровождаются массивными кровопотерями, поэтому мы всегда стараемся выполнять эмболизацию аферинных сосудов. Востребованность реконструктивного плачевого компонента при операциях по поводу метастатического поражения плоских костей составила 58%, причем при резекции грудина 100%, что объясняет отсутствие мягких тканей в этой области, необходимость в установлении реберного каркаса, герметизации плевра, изоляции средостения и так далее. Применение реконструктивного пластического компонента позволило достичь нулевого R0 у 36-ти больных, что составило 93%, положительный край резекции был у двух пациентов, что составило 5%, и один пациент был с критажем опухоли, это изначально планировалось как палеотивная операция. После операции на грудной стенке мы определяли функцию дыхания после 7-х суток и через 3 месяца, причем отмечается, что умеренное снижение было у 76% в течение 2-х недель, в дальнейшем же после течения 3-х месяцев возвращалась функция дыхания до нормы, и нарушений не было. Фатальных исходов не было вообще, в целом осложнение отмечено у 6-ти пациентов, что составляет 16%, причем только у 2-х пациентов в кровотечении кроевым некроз лоскота, что в дальнейшем потребовало мешать не пришедшие к ухудшению качества жизни. Выполнение симультантных и комбинированных операций могут выполняться только при соответствующем оснащении и подготовке кадров в клинике. Значимых осложнений после всех этих операций не отмечалось. Наилучшие результаты по группам пациентов с метастазом рака почки – 9 пациентов, что составило 53% из них, 16 больных, и 7 больных в средней сроке составили 85 месяцев. И после заболевания щитовида, при метастическом поражении щитовидной железы было 5 пациентов, что составило 100% без рецидивного выживаемого периода более 30 месяцев. Малоинвазивная операция остеопластика и реча показана только при множественных литических и смешанных очагах в косях таза, обширенных поражениях грудины, при наличии выраженного болевого синдрома, угрозы патологических переломов для улучшения качества жизни пациента. Сочетанная операция остеопластика и скомбинированная метод лечения позволяла получать хорошие результаты. Практически во всех случаях было полное купирование, либо частичное, либо полное купирование болевого синдрома, выражено улучшение качества жизни пациента и качества ее продолжительности. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Есть ли вопросы, коллеги? Будьте любезны, вот такой вопрос. Показанные вами способы реконструкции грудины с использованием сосудистых протезов, метилометоприлата, это я так полагаю, что такие исторические варианты? Это именно вариант хирургической операции профессора Теплякова, поскольку, я так понимаю, это 2006-2007 год. Да, я об этом и говорю. Скажите, на сегодняшний день что вы используете для реконструкции грудины? Последний, вот, скорее всего, следующий слайд представлен, это пациент уже, которым мы оперировали совместно с профессором, но там был дефект намного меньше, чем предыдущая операция, поэтому здесь достаточно было воспользоваться металлостиосинтезом с прямой устью пластикой. Результат очень хороший, но здесь дефект намного меньше. Таких больших дефектов, вот как предыдущий, который оперировал профессор Тепляков в 2006 году, у нас не встречалось, к сожалению. Поэтому, пока таких не было, у больных их достаточно мало, именно с солитарными либо единичными метастазами данной локализации, вот, поэтому просто не было таких случаев. А единственное, которое было, мы его представили, именно у нас. Спасибо. Есть ли еще желание задать вопрос? Да, пожалуйста. Я немножко дополню свою коллегу, да, был у нас, раз, раз, да, была одна пациентка, солитарный метастаз, в тело грудины, там была произведена резекция тела грудины с оставлением. Рукоятки, и мы замещали как раз таки сеткой, которая была подшита, соответственно, по периметру к лизоцитерным ребрам, вот, и мы обязательно оцениваем также состояние функциональной жизненной емкости легких, вот, и, собственно говоря, то, что вот именно сетка позволяет нормально, абсолютно, да, то есть, конструктировать компоненты. По каркасу, по каркасу у нас не было, когда вот были операции, но девчонка не требовала установления именно каркаса, поэтому такого просто не было пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...